I have ways of blowing things off. Здарова, ребятушки! С вами Ладушки, мы с вами в Beholder. Ничего у нас в принципе не поменялось. О, пацан, привет! Хотя нет, мне не нужен. Мне другое сейчас интересно. Вторая квартира... Будет ли это так же, как... Не туда. Будет ли это так же, как в первой части? Что если ты сдаёшь... Квартира, оказывается, пустая, то из неё исчезает... В смысле, а зачем? Я мог подглядывать в собственную же квартиру. Что если ты сдаёшь квартиру, из неё исчезают все камеры, которые ты купил, и всякое такое. Это было бы крайне печально. Блин, у нас есть метро, я только сейчас увидел. Позвоните Арнсту, я, наверное, подожду. Так. А, погодите, камеры мне вернули. Ммм. Я понял. Подозрения Сабины. Это мы подождём. Так, отремонтировать. Двести баксов, твари. Ладно отремонтировать, ладно сдать. Никто не хочет. Ну ладно, пусть пока что будет готово. У нас три квартиры. Супер. Зато можно пока что камеры к кому-нибудь другому подсунуть. Что тоже хорошо. Давайте. Блин, я могу камеру у себя дома, кстати, повесить. Дружище. Нам с тобой не о чем, мне надо поговорить. Рад с тобой тебя видеть. Какие новости? У меня невероятные новости. Ты не поверишь, что я узнал. Да, и что же? Ты знал, что курицу можно запекать под сыром? А, как интересно. Нет, никогда об этом не думал. Попробуй сказать... Нет. Но звучит интересно. А что, вкусно? А что, вкусно? Пальчики облишь. Могу поделиться рецептами. Или жене своей передам. У тебя вроде бы была жена? Пионервожатая, красавец. Такая, как там ее звали? Вы же не развелись? Сабина. И нет, мы не развелись. Крепкий брак, фундамент, достойный жизни. А где твоя жена? Эльза, верно. Вы что? К несчастью, она вот уже 17 лет как скончалась. 17 лет, фига себе, как давно вы не виделись-то. Мне очень жаль. Спасибо, это было давно. Время все лечит. Слушай, прости, но это самая позитивная тема для... Это не самая позитивная тема для разговора. Неправда. Просто порой становится так одиноко. Зачем говорить... Зачем готовить вкусный ужин, когда некого им кормить? Это хуже всего. Ты мог бы вызвать гостей? Я думал об этом, но странно как-то приглашать к себе незнакомцев. Хотя теперь есть ты, мой старый добрый коллега Фрэнк Шварц. Ого. Верно, я не незнакомец. Ну что ж, тогда приглашаю вас. Отлично, Сабина тоже будет очень рада. Она тут пока никого не знает. Значит, решено, скоро приготовлю для вас ужин. Да-а-а. Славно. Но это значит, что надо довести до ума новый рецепт. Это квест? Нет, это не квест. Блин, опять нужно все это... Это говнецо придется постоянно покупать. Ладно. У меня откуда... Блин, у меня была кьюшка, чтобы я это подцепил, я не подцепил. Так, хочу купить... Что там было-то? Вот это и вот это. Днилые остатки. Теперь тут будут постоянно валяться. Это уже даже не желтая пресса, а серо-бурая. Ясно. Конфетки, очки. Написано от руки, похоже, какой-то роман. Кстати, это было бы интересно, наверное. Инструменты. Нужно для починки... Так, это нужно будет учесть. Они обсуждают, чтобы курнуть и чтобы попить. Кстати, да, насчет теории не тот же ли это дом, что и с первой части. И возможно, что мы с вами заменили Карла. Я думал об этом, но мне кажется, что... А, погодите, мы тратим 50 и 50, а получаем 100 и 100. Ладно, это выгодно. Мне кажется, что... Это немножко другое время, что ли. Не знаю, не уверен. Сейчас все пришли по домам. Может, я тогда пойду... Позвоню. Так, тут ничего у нас не будет. Пойду позвоню, отчитаю. 70 часов осталось не так много. А, можно... Погодите, а дочка-то, кстати, свалила. А где ее комната? Это вот это? Будильник, носок. Я же могу свою же квартиру шмонать. Ну, то есть... С этим же никаких проблем не будет. Рубашка. Пусто. Я думаю, что... Мне бы, наверное... Че это? Чувак дудит на трубе. Пусто. 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 Новая улика? Я ее у тебя заберу. Если что, этой наркотой потом воспользуюсь. Пакет с зеленым содержимем. С очень специфическим запахом. Наркотики. Куда бы мне его положить? Чтобы он у меня не с собой был. Так-то и с дочкой поговорить надо. Ладно, давайте этому удачу позвоним. Набрать номер. Алло, кто это? Тьо Шварц. А, ты-то мне и нужен. Ты нашел улики, которые мы можем исполнить, чтобы посадить Хермана? А, он же уже уехал. Да, я уже составил отчет по Херману. Продолжай в том же духе. Каждое успешное выполненное задание. Кирпичик в стене между тобой и шахтами. Очень символично. Спасибо большое. Не зарывайся, Шварц. Ясно, понятно. Счет за воду. Спасибо. Спасибо, спасибо. Да, твари. Я тут на вас работаю, а вы мне туда на подавись. Найти новых жильцов. Хорошо, найдем. Фрэнк Шварц слушает. Шварц, у вас есть... Что там происходит? Вы о чем, господин Мюллер? Пол дома не заселено. Так не пойдет. Ой, ну вы сами велели не передать Магнусу Хермана... Магнусу Хермана... Замолкни, Шварц. Займись задачей пустых квартир. Немедленно. Я ясно рожаюсь. Ну, господин Мюллер, спасибо. Так я сам их хотел заселить. Вы чего? Это мы знаем. 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 Спасибо. Так, найти жильцов... Это у нас было в хатах как раз, да? Да. Итак, сдать вторую квартиру. Кто у нас есть? А, блин. А, я не собирался... Ладно. Я собирался прощелкнуть, а она такая... Кристиан. Надо будет с ней поговорить. Я буду сдавать всем подряд. То есть, больше квестов. Мне же лучше. Так, счета. Заплатить подавитесь. Ты, дорогуша. Нет, собиралась почилить. Тебе что-то срочное? Как тебе новый дом? Так, как тебе теперь дела? Хорошо, с тех пор, как у меня появился киллер. Все, ништяк. Киллер, это я понимаю, крысу, да? Киллер. Ну, тот славный крысенок, который твой не подарил. Ясно. Только маму его не показывай. Получается, что мамаша, как бы, была права, что она заметила наркоту. И я полностью, полностью, и полностью, и полностью против наркотиков. И я не считаю, что это хорошо. Но! Дочь-подросток, бунтарь в страшном государстве. Я считаю, что нужно с ней потихонечку поговорить как-то об этом. Ну, не знаю. Не волнуйся, я же не сумасшедшая. Кстати, я кое-как с кем подружилась. Ой, с кем же? С улей, с верхнего этажа. Она клёвая. Может, мне эту самую улей посадить, к чёрту за наркоту? Верхний этаж, ладно. Но почему я всех соседей выбрал именно её? Это она научила тебя использовать такие выражения? Звучишь как-то зануда из третьей. Какой ещё зануда? И что он сказал? Я не знаю, как его зовут. Он сказал, что мне надо к парикмахеру. Ну, вот, буржуй. Да, прическа. Не обращай внимания. Ким, люди болтают всякие глупости. Мы с мамой любим тебя, такой какая ты есть. Знаю, дайте. По крайней мере, насчёт тебя. Ты всегда меня поддерживаешь. На счёт матери, я не так уверен. Ким, ты несправедлива к маме. У неё сильный стресс. С тех пор, как я потерял работу в министерстве. Ей это было бы только на руку. Всё равно интересует только она сама и её драгоценные коллеги. Кстати, да. Папа-папам, погоди. Ты что, уже спать грохнулась? Друг из прошлого, ну-ка. Новый счёт, спасибо. Фрэнк Шварц, управляющий. Я знаю, кто ты, Шварц. Я же сам тебе позвонил. В вашем доме проживает Вальтер Булхаузер. Он сотрудник отдела внутренней безопасности. Ладно. И вы с Булхаузером друг друга знаете. А, этот чувак, который толстячок, который готовит. Да, я его знаю. Ничего. Мы когда-то работали вместе, даже когда-то как-то сдружились. Это хорошо. Мы хотим, чтобы вы возобновили эту дружбу. Завоюй его, доверие. Не уверен, что это будет так просто. Мы не виделись лет двадцать. Вальтер Булхаузер одинок. У него почти нет друзей. Тебе будет легко. Вы скажете, что потом должен сделать? Собери информацию о Вальтер Булхаузере и передай нам. Я уже отправил информацию о нём. Установи в его квартире камеру. Загляни в каждую кастрюлю на кухне. Нас интересует о нём всё. Ты понял, Шварц? Каждая мелочь. Вы хотите, чтобы я обшарил его квартиру? Послушайте, господин Мюллер. Булхаузер. То есть, Булка. Точнее, преступник. Как этот Херман. Если твоём другу Булхаузеру и правда ничего скрывает, то почему ты так боишься с ним понаблюдать? В конце концов, невинным людям ничего скрывает от министерства. Ой, блин. Это вот любимое вот это вот выражение. Знаете, всех тех, кто следит за нами. Типа, ну если тебе ничего скрывать, то пусть это и наблюдают. Никакой же личной жизни, конечно. Булхаузер работает над очень деликатными вещами для министерства. Вы должны знать, что им движет. Ну ладно, я согласен. Так-то лучше, Шварц. Ты же не хочешь, чтобы мы приняли меры по обеспечению... по обеспечению твоего послушания. Не хочу. Это было бы глупо с твоей стороны, Шварц. Подождать ответ в ближайшее время. 120 часов. Два часа ночи. Что я могу сделать? Два часа ночи. Я могу пойти на чёрный рынок. Кстати. Посмотрим, что у него продаётся, поскольку он только по ночам приходит. Что продаём? Джинсы, деньги, рыба. Иностранная соль. Внутри камеры у меня есть, на самом деле... Как вариант прикупить ещё? Нет, я не буду сильно сейчас тратиться. Гербицид. Помогает от любых сорняков. Интересно, где мне это может пригодиться. Безовидный флакон с таблетками, предположительно от бактериальных инфекций. А, пенициллин. За полторы штуки. Серьёзно? То есть, когда мне игра предлагала цену в 700 и в 1400, игра вообще ни разу не шутила. Он стоит 1400. О, я могу траву продать. Если что. Ему. А сюда не могу, да? Тоже могу. Но, блин, мне кажется, тут меня чувак заложит, если узнать, что я... Ну, как бы... Давайте метро глянем. Если я официально продам траву... Здравствуйте. То, мне кажется, оно по мне доложит, куда надо. В кустах ничего нет. Кстати, в кустах можно, видимо, что-то... Без билета не могу ездить на метро. Хорошо, я понял. Я думал, что билеты в метро покупаются обычно в метро, но так делается в обычных странах. У нас так делается. Я не знаю, почему здесь это не работает. Хорошо. Мусор, может, надо выкинуть, кстати. Нет, не накопился. 124, 154. Ясно. Пойдем. Так, во второй квартире у нас... Пойдемте познакомимся. Если он уже въехал... О, он уже въехал. Че? Господин Зулингер, перед познакомиться. А, Шварц, управляющий этого дом? Вот хотел поздороваться. Завхоз, да? Управляющий. Обхожу с жильцом, чтобы со всеми познакомиться. У вас найдется миленько? Раз надо. Все, работа... Где работаете? Я просмотрел ваши документы. Я заметил, что вы ничего не указали в графе родзанятий. Что-что я не расслышал? Что, простите? Временно нахожусь в поиске работы. А, то есть вы безработный? Но на заводах по производству вооружения все нужны люди. Почему вам не подать заявление туда? Почему у вас работают заводы? Ну ладно. У меня аллергия. На оружие? Как насчет шахт? На них у вас тоже аллергия? К сожалению, да? Понимаю, так и запишу, господин Зулингер. Ладно, что-нибудь еще? Все ли в порядке в квартире? У вас дела? Как вам нравится наш дом? Сойдет. В каком смысле? Ну, дало похуже. Что-то не так? А что-то не устраивает? Да, ларька идти далеко. Ну, он же почти у входа. Каждый раз приходится по лестнице лезть. С бутылками в руках-то очень тяжело. Вот оно что. Боюсь, с этим ничего не могу поделать. Остальное все в порядке? А, да. Что-нибудь еще. А там скоро футбол начнется. Ясно. Алкаш. Бездельничает. Алкаш бездельничает. Я тоже рад тебя видеть. До свидания. Итак, у нас есть еще один жилец новый. И у нас есть булка. А, у нас есть еще... Блин. Стой! Блин, она ушла. Я хотел... Раньше было так. Ты просто кликаешь и забегаешь. Это не новый жилец. Старый. Ну, все равно с ним поговоришь. Итак. Как у вас дела? Неплохо. Сам как? Не жалуюсь. Признаю, не ожидал, что ты так долго продержишься. Подозрительно это. Готов посмотреть, что доносчик. Я прав? Я попрошу. Шпикахат. А шевенит совершенно беспочвен. Ну, это не кипише. Я под наблюдением. Это я знаю точно. Если застыкать тебя в своей квартире, тебе крышка. Сразу предупреждаю. Со мной шутки плохи. Какой-то хипарь дерганный. Что ж все дома-то сидят, елки-палки? О, хорошо, что ты зашел. Хотел тебя кое-что спросить. Вальтер, я... Фрэнк, хорошо, что ты пришел. Мне нужно тебе кое-что показать. Да, я как раз хотел тебя кое-что спросить. Минутку сначала понюхать. Что это? Клубнично-ревеневый пирог. Помню, он тебе нравился. Как из наулай? Неплохо. Еще как, твой любимый пирог. Поверить не могу, что ты запомнил. Так здорово, что мы с тобой-то снова встретились. И даже живем рядом. Одному человеку печь бессмысленно. Раз ты тут с семьей, будет кого угощать. Так мило, булка. Что ты заболтался? Ты спроси, что ты хотел. Вот ты работаешь в министерстве. Тебе доводилось кого-нибудь выручать? Конечно, в этом прелесть моей работы. Многие мне потом по гроб жизни благодарны. Представляю себе, как эти люди выражают свою благодарность. И представляю, как эти люди выражают благодарность. Фрэнк, ну что это вообще за вопрос такой? Извини, я имел в виду, что ты... Естественно, Фрэнк, люди выражают мне благодарность. Да? Значит, я благодаря за то, что ты делаешь? Ну, конечно. Буквально отнях помог Шанталь. То есть Шанталь Зибольд. В оформлении правил местного приграничного движения. Сложноватая задача, потому что нужно рассчитать максимально, минимально, допустим, количество машин в час. А Шанталь с математикой не очень естественной и помог. Ну, естественно. И что тебе за это обещала Шанталь? Ну, я ничего не просил взамен. Она мне кое-что дала. Ну, она мне кое-что дала. А, и что же? Фантастический рецепт трески в горчичном соусе. Просто объедение. Чувак, блин, просто, ну, с едой дружит. О, то есть не деньги или что-то подобное? Что? Нет, конечно нет. Или сексуальные услуги? Не тревь. Мне-то ты можешь сказать. Что? Синья ты, Фрэнк. Как ты мог обо мне так подумать? Я просто выручил коллегу по-дружески. Тебя я тоже не раз выручал, забыл. Тогда в архиве, когда тебя чуть не уволили. Да, верно. Ценю, извини за вопросы. Проехали и забыли, Фрэнк. Все, что ты... Это все, что ты хотел? Что-то жареным запахло. Надо заглянуть в духовку. Жареным запахло. Двойное такое выражение. Это все, спасибо за пирог, Вальтер. Ну, здорово. Передавай от меня привет Сабине. Передам. Погоди, я хотел кое-что спросить. Что? Смотри, чтобы у тебя еда не перегрела. Эти музыканты из четвертой. Вайнерс и Хенкер. Они тебе не кажутся странатами? Погоди, я видел только одного. Эти их наряды, прически, они прям какие-то конформисты. Думаешь? Да, да ну, у них просто свой стиль. Почему вдруг сразу странные? Ну, хуже ты, молодежь. Они своим самовыражением лишают себя будущего. Их нужно от самих себя защищать. Тебя как управляющему стоит за ними... Незаметно приглядывать. А то еще вселят, свалят потом все на тебя. Продумаешь, что такое может случиться? Лучше перестраховаться. Представь, если у них в квартире обнаружишь что-нибудь запрещенное. Тогда тебя обвинят в том, что ты недостаточно хорошо проверяешь жильцов. Это для твоей же безопасности, Фрэнк. Я не хочу, чтобы с тобой такое случилось. В конце концов, тут управляющая на тебе ответственность. Ладно, как скажешь. Спасибо за совет. Я пирог получил. Так, друг из прошлого. Обыскать квартиру Булхаузера, установить камеру в квартире, отправить новую информацию. Блин, ну... То есть, это задание обязательное. Иначе мне крышка. Поехали в шестую. Сходим. Нет. Быстро к Булхаузеру. А, это его девушка, типа? Это... А, все-все-все-все-все, я понял. Окей, я согласен. Мне надо... Мне кажется, что да, им надо подкинуть наркоту и... Блин, мне бы на самом деле камера не помешала бы. Еще, ну, то есть, еще сет камер. Надо, сказать, квартиру. Свитер, весы. Пирог. Фух. Крошки от кексов. Ну, это понятно все. Чувак очень любит похавать. Я его не буду в этом обвинять. Блин, положи конфету. Ф. Там нечего обыскивать? Тут не... Оп, тут можно что-то обыскать. Блин, пожалуйста, скорее. Он же может вернуться когда угодно. О, так он игрок. Тут тоже конфеты, которые мы уже нашли. Блин, пожалуйста, скорее. Очки. Все, мне кажется, пора выметаться отсюда. Я плюс-минус все обшарил. Так. У-у-у, читает книгу. Ты как ты мог, тварь? Ты же умным теперь станешь. М-м-м. Надо пойти еще камер достать. А, нет. Давайте я пойду... Все-таки с верхним этажом поговорим. Кто это, что это. И надо будет закупить еще камер. Потому что я сейчас сдам информацию. Посмотри, квартиру музыкантов. Да, надо бы... Никого нет. Это очень интересно. А кто-то вообще живет? Так. Юбка. Это та девушка в красном, которую мы видели. Которую я стреманулся. Ой-ой-ой-ой-ой. Шоколад. Ты что? Как ты могла? Будильник. С будильником можно жить. С шоколадом нельзя. Второе место по какому-то там... Чему-то там. Блин, как стрёмно-то. Очки. Она возвращается. Это же она. Давайте я тогда с ней заодно поговорю. Да, это она. Фредерика Файнбайн. Да. Здравствуйте, госпожа Файнбайн. Я Шварц, управление счетового дома. Следую за тем, чтобы все было в порядке. Следи за порядком. Рады слышать. Приятно познакомиться. Взаимно. Я хочу получше узнать своих жильцов. Вы не могли бы ответить мне, пожалуйста, на пару вопросов? Пантес? О, господин Шварц, какой сюрприз. Фредерика, да. Заменитая фигуристка? А, вот откуда второе место. Я тебе веду фигуристку, которая провалилась на самом важном соревновании в мире? И кто бесславно проиграл этой козеи с Федерации Штатов и навлек позор на величайший союз и великого вождя? Так бы сразу и сказали, неудачница Файнбайн. Но я совсем не это имел в виду. Вы очень достойно выступили на соревнованиях. Спасибо большое, это очень мило. Я бы непременно выиграл, если бы жюри не напускал слюни на ту козу иностранную. А, так вот почему проиграли. А то, надо больше такое не повториться. На следующей соревнованиях я буду так хорошо, что они от моих коньков взгляд оторвать не смогут. Меня очаровывает их невежды из жюри. Им просто придется дать мне титул. Будут за вас болеть. Спасибо, господин Шварц, вы очень милы. Я сейчас прошу меня извините, мне нужно тренироваться. Где? В комнате? Нездоровые амбиции. Кстати, это интересно. Мне бы нашу дочку поймать. О, привет. Я тут собирался почитать. У тебя что, срочное? А почему... Смотри-ка. Поговорить с Сабиной. С Сабиной! Я не хочу говорить с Сабиной. Я хочу поговорить с дочкой об этой наркоте. Вы что, придурки, что ли? Я не хочу. Что хотел, Фрэнк? Насчет наркотиков. Насчет к ним. Фрэнк, ты обыскал ее комнату? Ага. Я нашел наркотики. Нет. Нет, дорогая, никаких наркотиков. Правда, ты уверен? Да, солнце все комнату перерыл. Ничего. Фрэнк, зачем ты меня обманываешь? В каком смысле, дорогая? А, слушай, Фрэнк, я знаю, что ты что-то нашел, вещах кем. Зачем ты ее угораживаешь? Я не хотел, чтобы между вами еще сильнее испортили сейчас отношения. Ты ничего лучше не придумал, чем... Да не признавайся же, ты тряпка! Блин, нельзя. Надо жену посадить. Серьезно, она меня бесит. Прости. Извини, тут не поможет. Хоть раз сделай что-нибудь полезное, Фрэнк. Пристыди ее. Гравидоров. Дочь пионер-вожата и наркоманка. Если об этом узнают, все кончено. Ладно, я поговорю с ней. Семейный бюджет. Держи. Мне вообще не интересно, как она. Ну ладно, как ты? С учетом твоего промаха в Министерстве... Блин, постоянно на меня... Ай, блин. Я же говорил, я не виновен. Это был подлог. Зачем кроме тебя подставлять? Я стал для кого-то опасным. Может, я ущемел на чьи-то интересы? Такое бывает. Это чьи, например? Даже не знаю. Я совсем... Я со всеми был обходителем. Никаких конфликтов не возникало. Значит, дело не в этом. Гадать бессмысленно. Хотел бы я дать тебе разумительный ответ. Фрэнк, давай сменим тему. Как у тебя день прошел? Нормально. Все те виние, потом понижение чиновника. Это тяжело. Ну, всем трудно. Слушай, ничего не попишешь. По-прежнему пионеры ожатые. Дети у нас хорошие. Я не хочу с ней дальше. Ладно, как на работе. Мои коллеги трещат, как сороки. И так и ждут наши следующие ошибки. Мы справимся. Гравидора. Пообщай мне, что все снова наладится, Фрэнк. Нашей семье так не хватает хороших новостей. Обещаю. Давай, отвали. Все, давай. Спасибо. Прямо слышать, что я не одна думаю о будущем этой семьи. Закончить. Она меня бесит. Серьезно. Она меня бесит. Она меня очень прямо, блин, бесит. Я ничего не могу с этим поделать. Чувак. Как хорошо, что ты вышел из квартиры. А, у тебя я камеру не куплю, да? Пирог можно продать, кстати, если что. Зачем мне это? Давайте я вот эту фигню накуплю. Все равно придется покупать. Отправить информацию. А новой газетки нету? Блин. А мне что, придется покупать, что ли, каждый раз газетку-то? Это не фа... А, вот уже и понадобилось. Миночка, у меня новый счет приходил за что-то, да? Найте. Мусор, кстати, никто не хочет выбрасывать. Так, дружище. А во сколько придет контрабандист? У-у-у. Здравствуйте. Получая информация, играет с крысой. Ну, так, блин, это же мы крысу и подарили. Мне бы просто, наверное, камер закупить. А, вот он. Так, что продаете? Продаем, продаем. Вот, мне нужно... Раз, два, три, четыре. Пять, шесть. Очень много денег я сейчас на это потратил. Но я надеюсь, все оно оправдается. Потому что я сейчас пойду еще пускать... Писать эти заявления и всякое такое. Так, чувак выбрасывает мусор. Вот это очень неудобно сделали. Насчет... Насчет того, что можете переправлять только клавишами. Так. Сначала камеры. Если получится, обыщем. Но сначала камеры. Так, обыскивать, наверное, начнем с этой стороны. Мне бы у этих, у музыкантов... Посмотреть бы, поставить бы камеры. Вообще, в принципе, надо бы у всех поставить. Но это вот потенциально... Кто у нас сейчас самый... Такой под вопросом. У тебя, я тут смотрю, дружище, много интересного, да? Что вы тут делаете? Провалите, мне нужен покой. Ушел, 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 ушел. Все. Ладно, камеры поставил, на том спасибо. Вот, ну я промахиваюсь по этажам. То, что... Ой, блин, вот на самом деле, вот вообще не очень. Они оба дома, они вообще не выходят. И... Так, ну она пошла спать. Это понятно. Смотрите, квартиру музыкантов, да. Осматриваю, как могу. Сейчас утро. Давайте я тогда... Быстренько свалю. Пойду напишу отчеты. Так. Сдать я никому не могу? Никому. Ну, хорошо. Досье. Квартира 5. Раз, два, три. У-у-у, я могу тебя даже посадить. Ну, хорошо. Я пока что ограничусь в досье. Ты, дружище. Да нет же. Не все. А, ну, досье. Тут у нас прям целый этот... целый кулек всяких улик. Тут мы не рылись, ничего нового не нашли. Могу сдать ее... Ну, не то что, подать информацию, что у нее есть крыска. Блин. Ну, хорошо. За счет досье мы немножко озолотились. Моя родня вся свалила. Кстати, у них-то билет на метро есть, если че. В отличие от меня. Посмотрим, может, новая газета будет. Несколько недель в стране велась незаконная торговля препаратами украденными со складов государства. Полиция... Полиция наконец удалась оставить торговлю, и теперь поставки пенициллина... Оу, оу, это продолжение. Пенициллин для лечения единичных случаев пневмонии будут нормализованы. Для единичных случаев. Похититель пенициллина пойман. Подрывник, незаконно распространявший пенициллин, наконец-то за решеткой, был пойман Магнус Херман. Вор, который проник на оптичный склад и унес оттуда большое количество препаратов. Среди прочего был украден пенициллин. Великий вождь благодарит служащих, добившихся прекращения несправедливого кипиталистического распространения ресурсов. Поставщик пенициллина за решеткой. Полицейские щеки арестовали борца за свободу, который возил пенициллин из-за границы, чтобы сделать его государственным... А, доступным для населения. Министерство не в состоянии закупать нужный объем лекарств. Но когда такой герой, как Магнус Херман, проводит пенициллин, его арестовывают за контрабанду, в стране свирепствует пневмония, люди умирают в муках. Но я бы не сказал бы, что он ввел себя как герой, как выглядел, как герой. Вот, ну это же... Так, блин, я увеличить хотел, а увеличить не получается. Ладно. У меня есть еще сколько? Три камеры. Еще три. Поехали по... Знаете, в чем прикол? Чувак из квартиры вообще, что ли, не выходит? Мне вот что интересно. Он вообще не выходит из квартиры? Я, по-моему, ни разу не видел, чтобы он выходил. Он читает, читает, читает. Может, его посадить к черту? Давайте еще пошарюсь у вот этой дамочки. В принципе, я могу чувака посадить за то, что он читает, а потом просто уже с его девушкой разговаривать, допустим. Наблюдать и всякое такое. У-у-у, здравствуйте, красные яблочки у нас. Незаконно. Вполне себе так незаконненько. Ну, она, в принципе, уже на две статьи нагребла, если что. Красное яблочко я могу даже изъять. Тебя посадят из-за шоколада. Или за красное яблочко я могу тебя шантажировать. Давайте, наверное, так и сделаем. Валим. Хорошо. Сейчас еще раз посмотрим, что у нас в этой квартире. Потому что я, по-моему, ни разу никого не шантажировал, мне кажется. О, чувак, спасибо, я на тебе еще заработаю. Управление немножко прям вот подбешивает в некоторых моментах, серьезно. Хорошо, давайте попробуем, как это работает. Значит. Директивы. Про яблоки. Джинсы, алкоголь, лампочки, уточки. Вот. 60-12. Ок. Потому что я могу ее посадить за шоколад и за яблоки. Поэтому давайте мы сейчас попробуем пошантажировать яблоками. Яблоками. Передписание 60-12. 60-12. Да, все верно. Шантаж жильца. Проживать в квартире. Я же точно шантажом занимаюсь? Отправить. Форма? Блин, мне сейчас еще и счет придет за то, что я... Твари. Новая улика. Зеленое яблоко. Шантаж. Гражданка. Я тогда не понял, как это работает. Если донос, это одно. Вот она, например. Вот это вот, например. Используем, доказали, зеленое яблоко. Погодите, 60-12. Может, это красные яблоки? Да-да-да-да-да-да-да. Красный яблоко содержит витамины... Ага. А, блин, 60-10. Ах, вы твари. Тогда недонос. Шантаж. Я просто не подумал. Так, 60-10. Отправить. А, ну, собственно, надо же добавить это самое яблоко-то. Форма принято. Форма принята, сохранено. А как это все будет теперь происходить? Ну, еще за неверное заполнение. Ну, я его уже оплатил. А, по идее, мы можем еще, знаете, что сделать? Да не это. Я бы, наверное, сдал бы мужика. А, во-первых, недонос, во-первых. Да не шантаж, что делаешь. Досье на мужика вот это вот отправить. Давай, к черту. Теперь. Донос. На этого же мужика вот это. Читает книгу. Чем это у нас там запрещено? Шоколад есть запрещено. Ой, оружие запрещено, точно. Любой формы поддержки сопротивления. Там у него на стене плакат этот висел. Вы что, придурки, что ли? Я же это видел. Почему мне это не засчиталось? Ну, ладно. Где у нас связи с морем? А, вот. Цель ограничения и распространения пропаганды хранения и чтения книг запрещены. 60-19. Вот это вот. Давай, чувак, до свидания. Ага! Мне сейчас еще прилетит штраф за то, что... Да? Угу. Действительно, да. Но спасибо. Это я помню с прошлого раза. И так, у нас сейчас час ночи. Блин, это бесит. Значит, штраф оплатите. Надь, подавитесь. Пойду. Может быть, мусор выкинуть или что? У меня... А мне нету... Средств сейчас. Надо будет... Блин, он что-то делал. Выбросить. Он что-то... Он о чем-то думал. Он там что-то это... Ай. Под защитой, значит, да. Это очень интересно. Раз, два, три, четыре. Что продаем? Раз, два, три. Погодите. Когда у меня стало 12... Я что, вот на столько, да? Я купил 6 и не использовал. В. У меня есть под наблюдением только квартира друга и... А, я понял. Надо больше камер развешивать. Так. Во-первых, вот это. Не знаю. Вот эта штука, мне кажется, немножечко... О, там было уже на красном этом. Эта штука, мне кажется, немножко лишняя. То, что она так часто требует вмешательства. Некого. Так. Ну что ж. Тут все спят. Но мне кажется, что если я зайду... Это меня моментально засекут. Ну у него же, вон, плакат сопротивления на стене и... И вообще, аморальный тип. Но он двойной агент. Итак, 6.40. Ждем сейчас, наверное, давайте я сохранюсь. Да. Сохранить игру. На этом моменте будем тогда заканчивать. На следующий час наступит день. Сейчас будет 7 утра. Мы пойдем смотреть квартиру музыкантов. Попробуем... С кем поговорить, кстати, тоже нужно. Но и нужно сделать так аккуратненько. А-та-та. Как мне сделать так, чтобы музыкант свалил из квартиры? Он же не выходит вообще, тварь. Надо будет его как-то подкараулить. Ладно, ребятушки. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра-бобра. Всем молодушек. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok